Собирать крышечки от пластиковых бутылок стали в целом ряде стран. Это движение завоевало популярность, потому что преследует самые благие цели и привлекает самых разных людей – от детей до жителей почтенного возраста. И в Славянском районе эта благородная акция «Крышечки добра СНК» не только прижилась, но и по-настоящему развивается. В том, что славянская эколого-благотворительная акция по сбору пластиковых крышечек набирает обороты, мы смогли убедиться, побывав на церемонии награждения наиболее отличившихся ее участников в офисе комплексного молодежного центра «Континент». Весь наш район и присоединившиеся к славянцам жители из города-курорта Анапа собрали крышечек без малого 2,5 тонны. Это рекордная цифра. Мы собрали максимальное количество крышечек. Что вам огромное спасибо? 2,5 тонны, как большие крышечки собрали. С готовностью помочь откликнулись детские сады, школы, техникумы, филиал Кубанского госуниверситета, волонтерские клубы, отделение Всероссийского общества «Красный крест», Славянский комплексный центр социального обслуживания населения, клуб молодой семьи «Ежевика», кинотеатр «Кубань», коллективы администрации Петровского, Протокского и Очуевского сельских поселений. Огромное спасибо за участие в этой замечательной акции. Мы решаем с вами проблемы экологии. Очень здорово, что в этот раз включилось еще больше ребят, волонтеров, бабушек, дедушек, семей в эту акцию. Практически в каждом доме есть баночка, пакетик, бутылочек. Вот там мы собираем крышечки. Я тоже у себя дома собираю, собираю дочку, которая вверх может просадать людей, в банку, бутылочек, она передала свои крышечки. То есть это настолько стало традицией наших славянских семей. Практически в каждой семье есть, мы собираем с вами эти крышечки, и понимаем, что дело в доброе, важное дело. Вырученные средства от продажи крышечек – 55 тысяч рублей – были направлены на лечение Владимира Лавриненко, 6 лет. Спонсоры вручили подарки лидерам по сбору крышечек, 1-му лицею, 5-му детскому саду, 18-й и 14-й школам и Славянскому сельхозтехникуму. Я очень рада, что наш лицей собрал целых 348-литровых бутылок крышечек. Мы стали лучшими в районе. Собирали мы эти крышечки целое лето. И это было очень тяжело, но это того стоило. Мы гордимся тем, что мы сделали нашу природу чище. Грамотами были отмечены эко-активисты Варвара Гаврилова, Наталья Вожжова, волонтерские клубы «Бумеранг», «Пчела», «Синергия», клуб молодой семьи «Ежевика», местное отделение Всероссийского общества «Красный крест». Подарками были награждены эко-герои, собравшие индивидуально от 18 до 28 бутылок крышечек. В их числе был и учащийся 39-й школы Максим Масенко. Я собираю крышечки для того, чтобы помочь детям, которым трудно что-то делать. Я очень рад, я счастлив. Также были отмечены грамотами и памятными подарками победители и призеры районного конкурса видеороликов «Инфинити Пластик». В старшей возрастной категории второе место заняла студентка филиала Кубанского университета в Славянске-на-Кубани Елизавета Кравченко. Я придумала эту идею, чтобы это было интересно. Там рассказывается о том, как научить детей, указывать и следить за ее средой. Мы снимали это на косилы каракасы и потом я применила свои знания в монтаже. Итак, эколого-благотворительная акция «Крышечки добра СНК» в рамках популяризации Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» активизируется и привлекает все новых участников, которые объединяют свои усилия в этом добром деле. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...